И пришла города Житомира разобрать, так сказать, ситуацию на рынке жилой недвижимости. Как читать информацию? Ну, во-первых, вы должны точно понимать, что период сравнения у нас всего лишь один месяц. Сверху вот здесь видите, да? Октябрь, ноябрь месяц. И данные, которые вы сейчас будете видеть, это данные, или уже видите, на конец ноября 2022 года. Также есть легенда карты под каждым городом. Я, так сказать, видите, здесь выложил все показатели, которые характеризуют состояние рынка недвижимости. Один из основных показателей – это количество предложений. Предложения, естественно, на рынке жилой недвижимости – это первичный и вторичный рынок. Не путайте предложения с продажами или с транзакциями. Предложения – это всего лишь предложения, и мы мониторим все крупные интернет-сайты, также электронные доски, всевозможные, так сказать, порталы, через которые посредники, риэлторы или же продавцы продают свою недвижимость или предлагают для продажи, правильно, вот так. Поэтому это предложения. Итак, мы видим, что в конце ноября среднее, не среднее, а общее количество на первичном и вторичном рынке объектов жилой недвижимости, которые были выставлены для продажи, составило 5876 квартир. Первичный и вторичный рынок. Что показало на динамику роста на 38,6%. То есть по предложениям рынок был в ноябре более активный, чем в октябре. С чем это связано, сейчас не готов об этом говорить. Это колебания, друзья, это всего лишь за месяц мы, так сказать, исследования публикуем. Переходим к следующим показателям, уже стоимостным. Социальное жилье. Это вторичный рынок, друзья. Видим, что средняя стоимость квадратного метра 531 доллар за квадратный метр. И в динамике снижение стоимости за месяц минус 0,38%. Эконом, комфорт, бизнес-класс. Это тоже, друзья, вторичный рынок. Видим, что уже, в общем-то, отличаются эти три класса от социального жилья по стоимости. Это 681 доллар за квадратный метр. И подешевела эта недвижимость этих классов за месяц минус 0,29%. Переходим к первичному рынку, к квартире эконом-класса. Динамика, видимо, отрицательна. То есть недвижимость этого класса подешевела за месяц минус 0,40%. И в абсолютных цифрах это 495 долларов за квадратный метр. Напомню вам, что первичный рынок, друзья, продается исключительно за гривну. Я для вашего удобства перевожу это все по курсу Национального банка в доллары. Для того, чтобы вы в этой легенде карты видели все в одной валюте. И могли процесс эти отслеживать. И переходим к комфорт-бизнес-классу. Это два класса. Я их объединил. Первичный рынок. Видим уже, как сильно отличается стоимость квадратного метра тоже. Это 748 долларов за квадратный метр. И в динамике мы видим снижение. То есть подешевело эти два класса первичного рынка на минус 0,13%. Еще раз напомню, это 748 долларов за квадратный метр. Я перевел гривну в доллары. Закрываем.